Люди сегодня нашли новое толкование исламскому пониманию гомосексуализма и решениям, связанных с гомосексуализмом. История Содома и Гаморры – это история о городке, в котором совершались ужасные поступки. Поступки насилия, инцеста, а не осуждения однополых любовных отношений. Эти люди не занимались гомосексуализмом, они занимались насилием. Как это агрессивное сексуальное насилие каким-либо образом или формой налогично законно-человеческой потребности в близости, привязанности и дружеских отношениях к ЛГБТ-мусульман? Тут нет абсолютно никакой связи, тут нет абсолютно никакой схожести. Можем ли мы разобрать этот вопрос в сети нашей беседы? Да, и так, это еще один пример того, как некоторые люди сначала приняли некие предубеждения, потом они открывают Коран и Сунну с этим своим пониманием и мыслями и пытаются встроить эти идеи в Коран. Но не отбрасывают сам Коран. Коран сам говорит об этом. Что говорится в Коране? В Коране говорится, что пророк Лут разговаривал со своим народом и сказал им, «Вы, мужчины, со страстью вступаете в близость с мужчинами вместо женщин». Главным доказательством этих людей, которые хотят по-своему истолковать этот аят, является то, что они говорят, что в аяте говорится о насилии. Они говорят, что эти мужчины шли и насиловали других мужчин. Эти люди не занимались гомосексуализмом, они занимались насилием. Таково их толкование. И мы можем открыто сказать, что если в аяте говорится, что мужчины не должны насиловать других мужчин, то ведь в другой части аяты говорится, «Вы идете к мужчинам из-за страсти вместо женщин». Это что получается? Мужчин насиловать нельзя, а женщин можно. Если следовать их логике и толкованию, то получается, должно быть разрешенным насиловать женщин. Хотя на самом деле это не так. Так что получается, что есть что-то разрешенное между мужчиной и женщиной, и запрещенное мужчиной между и другим мужчиной. Тут не может говориться о насилии, потому что насилие не разрешено по отношению к женщинам со стороны мужчин. И мы видим, что вот эти аргументы – это просто предубеждения в их сознании и предвзятые мысли. Я хочу закончить свою мысль и подчеркнуть, что когда в аяте порицается то, что мужчина идет другому мужчине, тут не порицается сексуальная ориентация. Мы порицаем именно действие в соответствии с этой сексуальной ориентацией в любом его виде. Ислам и Коран и исламская традиция без каких-либо разногласий едины в этом, что действие в соответствии с такой сексуальной ориентацией, а именно такое действие как мужчина, идущий к мужчине, и страсти запрещено. И нет в этом разногласий. А если говорить о самой ориентации, шариат ничего об этом не говорит. И это не запретно, ибо человек не может это контролировать. Но человек должен сдерживать эту наклонность. Братья и сестры, хочу внести ясность в этот момент. Лектор имеет в виду, что Аллах даровал нам определенные склонности. И каждого человека Аллах испытывает по-разному в соответствии с тем, чем он его одарил. Если Аллах сделал человека бедным, это не означает то, что он должен идти воровать. Или если сделал богатым, что он должен тратить свои деньги на запретное. Точно так же, если Аллах даровал человеку склонность к гомосексуализму, он должен сдерживать это. И в этом заключается его испытание, инчааллах. Аллах знает лучше. Братья и сестры, мы завершили очередной сбор. Пусть Аллах воздаст каждому за вклад в это великое дело. По просьбам наших благодетелей, мы открыли новый сбор на новую мечеть-мадресе. 20 водяных колодцев, 1000 коранов, на 10 пальм и на раздачу продуктов питания и мяса нуждающимся. Мы просим наших братьев и сестер присоединиться к благородной миссии и внести свой вклад в помощь тем, кто нуждается в ней. Важно помнить, что каждый пожертвованный рубль, даже самый маленький вклад, может стать большим делом перед Всевышним, а для этих людей – облегчением их жизни. Сегодня у каждого есть возможность стать причиной счастья тысячи людей и получить огромную награду от наищедрейшего Аллаха. Не упускайте эту возможность. Субтитры создавал DimaTorzok